И снова привет всем поклонникам игры Клондайк! Привет, друзья! С вами, как обычно, Юрос и встречайте еще одно небольшое видео о продолжении пасхальных приключений на локации Красочная Фабрика. В прошлом видео, как вы помните, она была полностью расчищена, но сюда еще можно очень долго приезжать, собирать урожай с деревьев и зарабатывать яйца, тем самым получая билетики, которые можно менять у торговца на какие-то полезные ресурсы. У кого много свободного времени, естественно, можно этим заняться, а у нас сейчас задача исследовать таинственный туннель. Его нужно сначала расчистить и потом входим в этот туннель, который будет являться переходом во вторую часть локации. Это Древние Тайны. Кролик Джаспер снова с нами, он видит какую-то статую каменного кролика и предполагает, что вот такие фигуры являются как раз пасхальными фигурами к празднику. Какие-то непонятные руны, нужно узнать о них поподробнее. Четыре подарка за расчистку и три задания небольших, которые нужно выполнить. Вырубить все украшенные камни. Второе, украсить пасхальные полянки. И еще одно задание, очистить всех каменных истуканов. Оказывается, это фигура кролика, каменный истукан, который нам по заданию вот нужно 10 штук найти и расчистить. Локация вроде бы такая же по размеру, как и первая часть, но она немного поменьше по затратам энергии. Каменного истукана. Очищаем, он не активен. И теперь у нас уже 9 штук остается где-то найти в облаках. На этой локации, которая является второй частью пасхального обновления, мы начинаем копать. И опять находим вот такие украшенные камни. Они разных размеров, разрисованы по-разному, рисунки на них какие-то и пасхальная поляна выглядит вот таким образом. Это тоже часть задания. Украшаем, она также становится неактивной. Ну и продолжаем копать. Опять река со всех сторон нас окружает. Будем, видимо, кружить куда-то по этой необъятной, можно сказать, локации. И пытаться выполнить как можно быстрее все задания. Еще один каменный истукан найден. И открывается еще целая порция раскрашенных камней. Они по несколько штук стоят, разных размеров собраны в кучку. Ну и в принципе ничего сложного. Они там до 48. Камни эти вырубать очень просто. Поляна для пикников. Пасхальная поляна, вернее. Еще одна найдена. И в углу можете видеть, что там целая куча залежи, руды. Это позже будем в конце, естественно, вырубать все большие объекты. И еще одна кучка камней, которые раскрашены в разные цвета, находятся. Давайте будем какую-то часть их вырубать. Искать поляны, искать истуканов каменных кроликов. Ну и тем самым можно сказать, что локация, в принципе, не то чтобы неинтересная. Она ни о чем. Ну, как бы мы приехали сюда заработать немного ресурсов. Это камни, уголь, руда и глина. Позже покажу на где-то 75% расчистки, как выглядит эта локация, когда остаются в основном одни огромные камни, руда и глина. Ну, вот продолжаем куда-то двигаться. До угла сейчас дойдем. Еще попадаются разноцветные камни, еще одна полянка. Ну и так далее. Все, в принципе, одно и то же. Уголь на 40, на 30, на 65, на 100 и на 150. То же самое, в принципе, с глиной происходит. Она тоже трех видов на 150, на 95 и на 50. Все как обычно. Таких локаций, в принципе, было расчищено уже много. Заданий квестовых здесь никаких нет. Нужно просто ее расчистить. Ну, она как бы бонусной является. Хотя такой бонус довольно сложный, особенно для новичков. Еще раз говорю, в конце увидите, что огромных камней, глиной, руды будет натыкана тоже от души. Ну и 25% в принципе подчищается. Уже мы можем посмотреть, как эта локация выглядит сверху. Сейчас подарок мы получим. И теперь уже можно посмотреть, какая часть облаков расчищена на этой локации. Ну, так это выглядит сверху. В принципе, для 25% очень даже много территории открыто. Но, опять же, повторюсь, больших камней и руды много. Поэтому они как бы с собой основной процент этой территории и составляют. Идем дальше. 50% я уже стал потом небольшими кусочками. Просто записал, как получаю подарок. Находим полянки, находим истуканов. Они черные, их легко отличить, которые неочищены. Вот он становится потом беленьким. Чистенькие зайцы. Ну и следующий кусок видео. Это уже перец 75. Три четверти практически расчистки. Поэтому особо показывать здесь нечего. Небольшие кусочки позаписывал. Просто, чтобы показать, как происходила расчистка. Ну и, естественно, за 75% подарок получаем. И находим еще пару полянок для пикников. Пасхальные полянки. Почему-то они мне больше напоминают поляны для пикника. Которые где-то встречались уже раньше нам. На каких-то тоже праздничных, возможно, локациях. Еще один истукан. Ну и вот видите. Да, черный слева еще один. И он является как бы последним уже. Одно из заданий выполнено. И нам остается теперь получить подарок уже за 100% расчистки. И следующий кусок видео. Это я просто хотел показать, сколько больших вот угля, руды и камней остается, чтобы полностью эту локацию дочистить. Две поляны всего лишь нужно найти. Они уже открыты. Украшаем их. И четыре камня отделяют нас от выполнения последнего задания. Ну, два видно. А два где-то спрятаны. Естественно, они потом найдутся, когда полностью уберутся вот эти огромные глыбы. Ресурсов много. Не стал я их сначала собирать. Хотел сделать волшебное исчезновение. Ну, бросил. Потом, честно говоря, мне эта локация совсем не понравилась. Надоело уже ковыряться с этим пасхальным обновлением. Немного разработчики всех разочаровали. Ну и народ там гудит. Честно говоря, уже матерятся, что вот такие праздничные обновления лучше бы вы, товарищи, разработчики не делали. Ну, а разработчики сидят, наверное, икают, и подпрыгивают, довольные собой. Не знаю, как они там к этому обновлению сами отнеслись. Но, тем не менее, локация Древней Тайны расчищена. Ничего больше здесь делать не нужно. Можно сюда вообще и не возвращаться. Собрать единственные ресурсы, конечно, которые там еще высыпались. И отправляемся домой, расставляем подарки за расчистку и за задание. Шесть подарков. Ну и быстренько пробегаем в финальный аккорд, можно сказать. Посмотрим, как рассыпятся эти подарки на ресурсы. Ну и что-то там еще выпадет из декораций и мультибокс. Сейчас увидим, как он выглядит. А пока немного понаблюдаем за фейерверком ресурсов. Который раз, наслаждаясь тем, что победа все-таки наступила. Окончательная над двумя локациями первого пасхального обновления. Ну и последние ресурсы улетают на склад. Больше, в принципе, для меня этот праздник продолжаться не будет. Каменный истукан. Три штуки вот таких можно поставить у себя на домашней станции. И пасхальный мультибокс. Ну вот так еще одна призовая постройка, которую пять раз всего лишь можно открыть. Ну давайте откроем, посмотрим, что выпадает. Пасхальное яйцо еще не готово. Одна туковая постройка не доделана. Будем ждать следующее обновление, чтобы получить пасхальный бисер. Ну и вот такой жиденький мультибокс. Ну, возможно, это первая стадия его. Дальше, конечно, могут напихать что-то и поинтереснее. Завершилась для меня, по крайней мере, первая часть пасхального обновления. Не сильно много радости оно доставило, но, тем не менее, это какой-то очередной этап в нашей жизни в игре Клондайк. Поэтому будем ждать с нетерпением вторую часть. Возможно, разработчики исправятся и порадуют нас чем-то более интересным. Продолжаем играть в Клондайк. Продолжаем добавляться в друзья ВКонтакте. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если видео вам понравилось. Удачи всем, друзья. И до новых встреч на канале.